Здравствуйте! Я врач, физиотерапевт, диетолог Борис Скачко. Автор сотен видео в интернете на канале YouTube. Про здоровье, правильное питание, лечение, очищение организма. В том числе и народными средствами. А также автор десятков опубликованных книг, брошюр, научных статей. Сегодня решил написать новое видео про облысение. И как остановить выпадение волос, когда есть андрогенное облысение? Потому как посетить андрогенное облысение может любого и каждого. Прошедшего половое созревание, разумеется. А из всех видов облысения, оно самое коварное. Более того, андрогенное облысение указывает на опасное для жизни состояние вашего организма. Причем появиться может в любое время, в любом возрасте. Вместе с тем, методы лечения облысения есть, но они не равнозначны. Далеко не все они со снижением риска для жизни. Поэтому важно ими правильно воспользоваться. Или правильно их использовать. Поэтому, просмотрев это видео до конца, вы узнаете, почему развивается андрогенное облысение? Какие основные его причины? Как быстро вылечить андрогенное облысение без риска для жизни? Ну и какие методы лечения андрогенного облысения предпочтительнее? Как их лучше выбрать? Почему же развивается андрогенное облысение? И о каких опасностях для жизни оно сигнализирует? Но андрогенное облысение развивается на фоне высокого уровня мужских половых гормонов. Это следует из названия. Тут нового не откроешь. Именно этот высокий уровень гормонов при контакте с волосяными фолликулами и ускоряет выпадение волос. И слабое утешение для мужчин, что обладатель такого облысения супер-мужчина. Его видно издалека. Это облысение ну раньше под шляпой можно скрыть. Женщинам сложнее. Высокий уровень мужских половых гормонов у женщин чаще всего делает женщину одинокой. Или в ее жизни появляется вот такой женоподобный мужчина. С другим ей ужиться очень сложно. Однако если повышение уровня гормонов в данном случае причина облысения, тогда зачем организму повышать мужские гормоны? Чтобы раньше облысеть? Сомневаюсь. В дикой природе это способ быстрее замерзнуть зимой. Или умереть от перегревания в летний зной. Поэтому такая реакция организма неэффективна. Она ведет к самоуничтожению. Думаю, что причина такой ситуации с гормонами в совершенно ином. В активном приспособлении к не самым простым условиям окружающей среды. К тому образу жизни, который вы ведете. И к тем условиям, в которые вы свой организм поставили. Вам нужен высокий уровень активности? Без проблем! Его мужские половые гормоны как раз и обеспечивают. И глупо было бы надеяться, что с увеличением скорости движения по автомагистрали снижается риск аварии. Риск аварии как раз увеличивается. Как и негативные последствия для того, кто попал в аварию на высокой скорости. И об этом будет прямо сейчас. Мужские половые гормоны вынуждают активнее реагировать на различные факторы окружающей среды. Более того, они активируют обмен веществ на уровне клеток. Пытаясь обеспечить эту самую реакцию. И если попав в любую стрессовую ситуацию, вы не бросились на ринг защищать свою семью. Или не вскочили в седло велосипеда, чтобы убежать от опасности. Или не оказались на беговой дорожке, чтобы догнать потенциально удирающую от вас еду. Иными словами, активной работой мышц вы не сожгли гормоны стресса. Тогда в любом возрасте рискуете инфарктом. Все знают, что клетки головного мозга очень чувствительны к кислородному голоданию. И погибают через 5 минут. Так вот, мышца сердечная имеет запас прочности. Запас по питательным веществам всего на одно, максимум два сокращения. И очень зависимо от полноценного снабжения кровью. Поэтому раз, два и инфаркт. А после 50 лет еще рискуете и инсультом. В этих условиях, сколько останется волос на голове, он уже не имеет принципиального значения. Или умер от голода, или был съеден хищником. И уже не важно, лысым или скопной волос. Просто, когда привязанному молодому зайцу, делаю акцент на здоровому и молодому, показывали волка. Заяц умирал на месте от инфаркта. Не через годы и десятилетия, а сразу. Заболевание, которое в привычных ему условиях, в дикой среде, не свойственно. Чуть менее интенсивный стресс, но растянутый во времени. И проявляется облысение. Да, если бы зайцу показывали волка издали. Он, возможно, от инфаркта и не умер. Но этот стресс привел бы к тому, что заяц стал бы лысым. Поэтому метаболическое обеспечение организма, особенно в условиях хронического стресса, это очень важно и оно имеет принципиальное значение. Об этом вы узнаете прямо сейчас. А вот метаболическое обеспечение вашего организма в условиях хронического стресса имеет огромное принципиальное значение. И выпадение волос на это указывает. Стресс небольшой интенсивности либо продолжительности вряд ли скажется на усилении выпадения волос. Вы можете там день-два волосы выпадали более активно и все закончилось. К облысению это не приведет. Да, вашему организму было плохо в короткое время. Ну ничего страшного. Восстановился. А вот если эта ситуация продолжается во времени. О! Вот здесь облысение как раз и проявится. Но! Вас беспокоит выпадение волос. А меня волнует состояние вашего организма. Потому что оно находится в ничуть не лучших условиях, чем ваши выпадающие волосы. Почему? Да потому что в стрессе вы активировали обмен веществ. И потребность всех органов и тканей, в том числе и волос, в питательных веществах возросла. А если вы стресс не заедаете? Или не употребляете жидкие продукты питания в виде суп, борщ? Откуда возьмутся дополнительные питательные вещества для обеспечения этого высокого уровня активности? Им просто взяться неоткуда. Правда, в стрессе еще и нарушается работа системы пищеварения. Если она не была супер сильной, вы увидите проблемы в организме, в том числе и в состоянии волос. Потому как полноценно взять ослабленные системы пищеварения, находящиеся в стрессовой ситуации, переварить и усвоить ту пищу, которую вы заложили туда, проблематично. Но одновременно нарушается еще очищение крови основными фильтрами. И печень и почки работают хуже. Они не могут полноценно очищать кровь. И это дополнительный фактор для выпадения волос. А также в стрессе увеличивается еще и вязкость крови. Есть некоторые признаки. Утренняя печеночная лень. Темные круги под глазами. Быстро возникающая усталость. Депрессия. Ветосуистая дистония. Разные проявления так или иначе, указывающие на высокую вязкость крови. И доставка питательных веществ к клеткам работающим также нарушается. Но в данном случае, если у вас активная реакция на эту ситуацию, повышается уровень артериального давления. Увеличивается мощность сокращения сердца. И сердце пытается выполнить эту задачу. Но! В результате вот этой высокой нагрузки на сердце самый высокий риск для вашей жизни со стороны сердца и сосудов. Это не в кабинете трихолога решается. В совершенно другом кабинете. А не имея возможности отдохнуть, ваше сердце вынуждено перекачивать тонны густой крови, быстрее изнашивается. Ускоренный износ сердечной мышцы вам обеспечен. С развитием сердечной недостаточности. Хронический стресс. Хроническая сердечная недостаточность. Жестко действующий острый стресс. Острая сердечная недостаточность. Вот если более слабыми окажутся сосуды при повышении артериального давления в попытке закачать густую кровь клеткам, либо инфаркт, либо инсульт. Вопрос, где сосуды не выдержали. Это уже история. В данном случае выбор зависит от генетики. А облысение? Оно лишь показывает, что волосы и ваш организм в целом длительно не получают полноценное питание. Ну а какое это имеет значение для мужчин или женщин? Вы узнаете прямо сейчас. На первый взгляд кажется, что для мужчин такой вариант облысения предпочтительнее. Ведь высокий уровень половых гормонов это свидетельство мужской силы, должно укреплять потенцию, продлевать молодость мужчине. Но! Так кажется только на первый взгляд. Потому как мотивированная мужскими половыми гормонами сердечно-сосудистая система у мужчин более уязвима, чем у женщин. У мужчин все может закончиться острой сердечной недостаточностью, а у женщин сосудистой. Разница в чем? Мужчина умер, а женщина просто получила головную боль, потеряла сознание, но осталась жива. А вот если мужчине удалось избежать этой ситуации, то примерно 50% мужчин имеют еще и хронический простатит. Как возникает и чем заканчивается простатит, такие видео есть на моем канале. Вы их можете просмотреть в удобное для вас время. Сейчас не об этом. При простатите потенция постепенно снижается. Несмотря даже на высокий уровень гормонов. И как будет реагировать система на вот эту ситуацию? Когда хочется, но не может. В попытке получить желаемое, ваш организм добавит еще гормонов. И кардиологический риск увеличится легко и просто. Но! Здесь еще одна опасность появляется. Орган мишень для половых гормонов та самая простата. В которой статистически значимо чаще начинает развиваться рак простаты. Правда до рака простаты опять-таки нужно еще дожить. Потому как опаснее ситуация все-таки с сердцем и сосудами. О которой я уже рассказал раньше. Кардиологический риск повышается на фоне простатита в еще большей мере. Поэтому лечить андрогенное облысение нужно. Но! Правильно! А вот о разных способах лечения облысения и результатах для организма в целом вы узнаете прямо сейчас. Как же быстро вылечить андрогенное облысение? И как разные методы в какой мере могут отразиться на вашем здоровье и продолжительности жизни? Самый быстрый способ вылечить андрогенное облысение это пересадка волос. Просто не все волосы такие требовательны к качеству протекающей к ним крови. Это конечно не самый дешевый. Но зато самый быстрый и надежный способ. И теперь волосы на голове будут держаться из посредних сил. И вы получили желаемый косметический эффект. Но! У вас исчез индикатор. Ведь уровень мужских половых гормонов остался высоким. А вместе с ним риск ракопростаты в отдаленной перспективе. Либо инфаркта и инсульта как бесплатного приложения к любому дополнительному стрессовому фактору. В любое время и в любом месте. Разве что у вас есть выбор. В возрасте до 50 лет это скорее всего закончится острой сердечной недостаточностью. Либо инфарктом. А после 50 лет выбора уже нет. Либо инфарктом либо инсультом. Все зависит от того какие сосуды оказались менее прочными. Но это уже больше к генетике к вашим индивидуальным особенностям. Менее быстрый. Но более дешевый способ вылечить андрогенные облажения. Различные снадобья местного действия. Как правило они просто уменьшают чувствительность. волосяных фолликулов к гормонам. И пока вы их применяете лечебный эффект должен сохраняться. Ну если вы не попали до подделку разумеется. Но! Вместе с деньгами исчезнет и эффект. Почему? Так ведь уровень гормонов в крови они не снижают. Только чувствительность волосяных фолликулов. Они становятся более живучими в таких не самых благоприятных для них условиях. Более того. Пока вы развлекаетесь таким способом риски для жизни сохраняются. Как со стороны сердечно-сосудистой системы. Так и со стороны онкологии. Присмотритесь как минимум к ближайшим родственникам. Какие были основные причины смерти. Если вас этот вариант не очень устраивает. потому значительно лучше. Все-таки лечить облысение в комплексе. А какие методы реального лечения андрогенного облысения предпочтительнее? Вы узнаете прямо сейчас. Какие же методы лечения андрогенного облысения предпочтительнее? Есть проверенный временем рецепт лечения андрогенного облысения. Нужно всего-то вспомнить известный монастырский рецепт. И применить на практике. Подходит настой из травы чабреца. Травы душицы. Листа шалфея. Соплодий хмеля. Или церковное вино когор. Которое делается на чабреце. Или монастырское напиток под названием пиво. Которое чаще всего делается на хмеле. В любом случае это хороший способ поднять уровень женских половых гормонов. И подавить уровень мужских гормонов. Но. Это чисто женский способ лечения андрогенного облысения. Потому как одновременно изменение гормонального фона. Приводит к определенным фармакологическим последствиям. Что это дает женщине? Как минимум снижение риска развития атеросклероза сосудов. Это плюс. Одновременно снижается уровень холестерина. Тоже здорово. Улучшается обмен кальция. И профилактика остеопороза. Для женщин это серьезная проблема. Особенно для женщин в возрасте 50-60+. Что это дает мужчине? Путь в импотенцию. И поменять на которую улучшение роста волос. Согласится далеко не каждый мужчина. Лучше быть лысым мужчиной. Чем волосатым импотентом. Хотя если простатит уже сделал свое черное дело. То такого мужчине терять уже практически нечего. Если вам такой древний рецепт монастырский не очень приемлем. Не беда. У вас есть еще как минимум две возможности справиться с андрогенным облажением. Нужно просто поставить свой организм в более комфортные условия. Создать для него их. Работает ведь он слишком интенсивно. Если вы самостоятельно снизите уровень стресса. Он пришел в соответствии с тем питанием. Которое вы свой организм вводите. И организму хорошо. И волосам хорошо они получают то что им нужно. Одновременно снижая уровень стресса. Вы помогаете своему организму самоочищаться. И более чистая кровь наполненная питательными веществами попадает к волосам. И андрогенное облысение само по себе исчезает. У вас оволосение там где есть волосыные фолликулы восстанавливается. Безусловно. Для кого-то кто-то может сам к этому прийти. Кому-то нужен поход в монастырь. Там тоже можно снизить уровень стресса. Кто-то может найти свой рецепт в медитациях. Путь у каждого свой. Но если вам такой способ лечения пока не очень подходит. Ну тогда уже нужно обеспечивать своему организму правильное питание. И в первую очередь не для улучшения роста волос. А для работы сердечно-сосудистой системы и иммунной системы. Чтобы устранить риски для жизни. Как в ближайшей, так и в отдаленной перспективе. Но об этом будет прямо сейчас. И только во вторую очередь нужно обеспечивать более правильное питание ваших волос. И одновременно позаботиться об очищении организма и очищении крови. При этом в попытке обеспечивать и питание и очищение организма вовсе не обязательно сегодня сжигать гормоны стресса. И в поисках еды бегать по полям и лесам. Нужно просто спокойно наладить себе режим и рацион питания в соответствии с индивидуальным состоянием вашего организма. Одновременно можно улучшить и очищение крови. Потому как с работой пищеварительной системы сопряжена работа самого мощного фильтра крови в организме. Это работа печени. А вклад печени в правильное питание вашего организма 100%. Просто все попавшие в кровь продукты переварения пищи идут на ревизию к печени. Которые они превращаются в нужные для вашего организма вещества. А ненужные в составе желчи сбрасываются обратно в кишечник. И этим путем вклад здоровой печени в очищение крови и организма в целом также примерно 70%. Половина лимфы образуется в печени. И от работы печени зависит одновременное очищение лимфы. А вот если одновременно еще и улучшить работу почек правильно употребляя жидкость. То ваша кровь станет еще примерно на 20% чище. Да в таких идеальных условиях волосы просто не имеют никакого морального права преждевременно выпадать. Но самое главное. Что произойдет в вашем организме. Вы узнаете прямо сейчас. А самое главное. Из стрессового режима работы выйдет ваш гипоталамус. Этот серый кардинал. Который управляет и гормонами и нервной системой. А через них работает всего вашего организма. И он перестанет чрезмерно повышать уровень гормонов. Как и активность нервной системы. В результате и обмен веществ. И правильное питание волос постепенно улучшится. А андрогенное облысение исчезнет само собой. Вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать. С привычными подписчиками моего канала словами. Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. И пока вы думаете кому отправить ссылочку на это видео. Каким способом поставить лайк. Я подумаю какое еще видео написать на эту тему для вас. До новых встреч на моем канале. Не забывайте на него подписываться. Ну и смотреть те обновления которые на канале появляются. Пока пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok